друзья всем привет сегодняшнем видео на примере вот этой вот орхидеи вы валяшкой хочу ответить на два вопроса точнее два сообщения которые мне вчера прям буквально как как наверное сговорившись две подписчицы одна чуть раньше другая чуть позже прислали в личные сообщения свои проблемы с орхидеями обе орхидеи как выжитые тряпочки ну я сейчас покажу их вам вот и сегодня такая рубрика ответы на вопросы зрителей значит вот я принскрины сделал значит буду вставлять сюда побольше чтобы вам было видно значит екатерина одна из зрительниц присылает мне следующее такое сообщение что хочу обратиться за помощью выживлений своей орхидеи посадила ее свою орхидею на наращивание корней в керамзит как когда-то увидела ваших видео она нарастила парочку и дала цветонос сейчас корневая система не особо идет в рост у листов тургора нет вообще присутствует сухая попка с не совсем красивыми корнями свое время не доглядела в общем такое сообщение и собственно вот такие вот фотографии орхиды самой орхидеи это емкость в которой по всей вероятности стоит наращивает а орхидея свои корешочки вот такая вот корневая система у орхидеи видно что она раз нарастали корни у орхидеи прилипли к керамзитином катушкам а и потом значит корневая система у орхидеи засохла все это вот прекрасно на этих фотографиях видно очень хорошо вот видите вот такая вот картина и собственно вот она орхидея стоит в этом горшке это первый а значит вариант проблемы одной подписчицы а вот друзья а второй вопрос другой подписчицы примерно то же самое георгий здравствуйте извиняюсь что обращаюсь прямо в личку но я в панике не знаю что предпринять смотрю ваш канал про орхидеи на ю тубе уже больше года по вашим советам начала ухаживать и спасать орхидеи свои спасибо большое за ваш труд в общем у меня есть орхидея которая цвела вроде все было хорошо с ней она дала новый цветонос но он не распустился и затем я начала замечать потерю тургору у листочков начала снова смотреть ваши видео распотрошил ее гнилые корни обрезала обработала все как положено пересадила есть стало лучше она сразу нарастила кучу деток вот но детки это не от того что орхидеи стало лучше два старых нижних листика с потерян тургоры начали желтеть отпали потом и сейчас снова потеря тургора и деткам плохо и фото прикрепляю я наверное перевела ее хочу пересадить снова но решилась написать вам для начала вдруг посоветуете что-то значит вот такое сообщение и а вот такая вот картина с ее орхидеи вот видно на картинке на фото орхидея прям совсем с потерянным тургором обратите внимание на грунт на он прям вот сухой при сухой я не знаю видно будет орхидея прям как тряпочка посмотрите прям вот все прям орхидея уже одной ногой на радугу ушла вот она вот крупным планом смотрите какая картина сухой сухой грунт корешки сухие и орхидея вся вот такая вот аж чуть ли не потрескалась итак друзья значит зафиксировали эти проблемы эту эти листики у орхидеи и значит возвращаемся к моей орхидеи вы валяшки вы спросите а при чем здесь орхидея вы валяшка и вот проблема вот тех орхидей что прислали зрительницы значит вчера я показывал обзорчик своих полочек и так мимоходом в кадр попала вот эта орхидея я сказал что эта орхидея у меня вывалилась из горшка и все и я про нее забыл вывалилась она наверное знаете сколько уже наверное но больше года точно даже возможно и больше то есть она просто вот так вот лежала на грунте и значит что я и не давала это то что вот этот корень находился во внутреннем кашпо вот здесь вот вот так вот находился и было был значит так прикрыт и орхидея лежала и вот под основанием вот этой вот орхидеи вот сюда точнее под макушкой стояла еще один горшочек чтобы она совсем ну на излом не выпало в общем она вот так вот лежала это я сейчас перед видео уже достал из горшка помыл горшок в котором она находилась и положил ее сюда для чего а для того чтобы значит она лежала на горшке это у меня значит кот собака бесились прошлой зимой или в конце позапрошлого года и зацепили эту орхидею и она вот так вот ее вы выворотила потому что сами видите большой у него нарос листовая масса большая наросла ну ее и она выпала и знаете думаю ну завтра пересажу а где завтра там и через неделю а где неделю там и месяц а месяц так незаметно пролетел и это орхидея у меня пролежала собственно вот так вот не один месяц а я бы даже сказал и больше года поливал я ее так и поливал я видел что у нее вот этот корень он в внешнем кашпо лежит за пределами вот этого горшка то есть я просто наливал воду внутрь сюда и вода находилась вот в этом горшке вы скажете в чем связь между фотографиями и вот этой орхидеи а в том что если бы не вот этот корень а то сейчас вот эта орхидея она была бы тоже как тряпочки ну вы видите что даже несмотря на что что орхидея вот с несколькими воздушными корнями находилась не в горшке а вообще своих корней практически нету они все видите засохли погибли после пересадки но и орхидея тоже видите достаточно такая крупненькая да больше корней нету то горшочных корней вообще у этой орхидеи нет был только один вот этот корень который находился вот в этом кашпо и здесь на дне была водичка и орхидея все это время пила и собственно целиком и полностью она существовала вот за счет того что через этот корешок она получала необходимую влагу к чему я это друзья рассказал к тому что если убрать этот корень лишить орхидеи доступа к воде именно к воде то орхидея то орхидея без полива начнет превращаться вот в такой сморщенную выжатую тряпочку ей явно не будет хватать той влаги которая окружает орхидею и ее обязательно нужно поливать вот как на примере вот этих вот орхидеи которые мы сажаем ставим точнее на керамзит для наращивания корневой системы на дне у нас там вода и мы ждем когда появятся корешки но друзья я не знаю может быть я забываю говорить может быть я не так акцентирую на этом внимание и вот сегодня я удаляю этот пробел значит закрашивают пробер когда у нас у орхидеи с корешками появились первые такие воздушные корешки нужно максимально обеспечить влажную среду вокруг этих корешков вот в моем случае видите влажный влажный мокрый керамзит то есть корни не лежат на сухом я слежу за этим моментом я постоянно подливаю воду а там где корешки коротенькие но вот здесь вот вода да на дне там где корешки коротенькие вот здесь я как можно чаще заливаю воду чтобы вот это основание и появившийся корешок как можно там дольше находился в воде там полчаса час два часа потом сливаю и оставляю воду на дне горшка но всегда слежу за тем чтобы грунт не просыхал чтобы всегда он был влажный и корни появившийся или воздушные корни вот как у этой орхидеи которая больше года валялась вывалилась вываленная из горшка вот этого да но у нее постоянно корень находился в воде и она получала воду постоянно должны быть влажными корни и те даже пурпырочки то есть постоянно увлажнять их следить за ними для того чтобы орхидея а получала достаточное количество воды как только она перестает получать достаточное количество воды ведь что такое потеря тургора потеря тургора это следствие того что у орхидеи заканчивается влага что этой влаги нету а ее нету либо корням нечего пить либо корни не работают все вот два момента поэтому срочника я вот написал ответы обоим и сказал что еще сниму на эту тему видео сегодня обязательно а тем корням вот что остались остались вот видите вот такие примерно корешки у тех двух орхидей нужно обеспечить вот так чтобы эти корни попали в воду чтобы они соприкасались с даже не влажной а именно мокрой средой где есть достаточное количество воды не само основание с водой контактировал потому что основание она не питает воду она уже все здесь сухое а именно оставшиеся корни какие есть какие там успели нарасти вот в керамзите да я сейчас фотографии показывал и у одной и у второй орхидеи да чтобы вот эти корешки соприкасались именно с водой если значит корни короткие и нет постоянно возможности обеспечивать то есть опрыскивать там обеспечивать орхидеи влагой то нужно организовать искусственный фитиль вот как вот например мы отсоединяли вот эту бабочку детку дастибель и обеспечивали втыкали ей фитиль в посадку это вот она нарастила потом корни то есть этот фитиль постоянно подымал воду и создавал влажную среду внутри горшка вот либо если это чистый керамзит тоже вот дастибель у нас тоже мы когда пересадили с 1 орхидея была с хорошей корневой системой 2 только вот такими сухими воздушными обеспечили вот такой фитиль постоянно здесь влага и мокрота присутствует для того чтобы орхидея успела точнее не успела а стимулировалась присутствующей водой на росту новых корней и этой же водой питались корни которые еще имеются у этой орхидеи чтобы постоянно был доступ к воде вот к примеру сейчас покажу вот эту орхидею это разочарование позапрошлого года вот орхидея от сонья теплицы супер майя когда покупал думал что это будет ну на картинке была представлена бабочка оказался это такой знаете прям сухой триллипс но не об этом речь а вот в прошлом году уже получается в марте месяца мы вот из такого вот подростка с одним небольшим корешком значит который пошел в рост пересадили эту орхидею вот в такую посадку это органика целиком полностью то есть кора с мхом и посадили ее на фитиль а я когда еще пересаживал эту орхидею говорил что у меня не будет возможности следить за этой орхидеи периодически и увлажнять потому что год обещал быть весь в поездках в дом на юге то кто смотрит второй канал наш троняшкин папки знают да я прям когда пересаживал эту орхидею именно с этим умыслом и пересаживал на фитиль чтобы мокрота обеспечила одному маленькому растущему корешку постоянную воду и все и так оставили вот прошло меньше года мы и 22 марта прошлого года пересаживали с одним маленьким корешочком и за это время посмотрите орхидея как нарастила кучу корней и растет растет и при этом я спал спокойно потому что орхидея постоянно получала доступ к воде и в общем все с ней нормально то есть вот она собирается цвести уже второй второе домашнее цветение то есть это я к чему сейчас показываю рассказы к тому что если нету времени возможности постоянно обеспечивать влагу поливать то вот организуйте просто сделайте посадку кокосовые чипсы с керамзитом либо керамзит там с корой либо кокосовые чипсы с корой в общем любой грунт который будет плохо ближайший год разлагаться да и поместите эту орхидею на фитиль и все и будет счастье либо постоянно как например вот с этой вот орхидеи да это орхидея помните мы пересаживали эту орхидею это черная вдова купили в магазине распотрошили а у нее корни вообще нету и мы сразу ее буквально без корней с одним там каким-то маленьким зачуханным корешочком оставшимся сделали сразу без наращивания корневой системы посадили в кокосовые чипсы с корой смешали и сразу стимулирующая посадка для наращивания корней вот у нас уже и корень растет здесь и постоянно кокосовые чипсы нужны для того чтобы удерживать как можно больше влагу которую как можно дольше передавать вот здесь без фитиля у нас но с кокосовыми чипсами есть еще одна тоже недавняя пересадка здесь у нас кокосовые чипсы с керамзитом то же самое мы с вами бегли в шоколад а сюда посадили с малым количеством корней для стимуляции роста наращивание этих корней а вот корни пошли в рост вот они видите тоже орхидею достали из горшка она оказалась ну практически без корней и вот постоянно слежу чтобы не просыхал грунт потому что если просохнут сохнет грунт это может закончиться потерей корней вот как потеря корней точнее не так не потеря корней а когда идет засуха орхидея включает режим как сказать эконом режим то есть она отключает корни отключает полностью себя закупоривается и начинает сама в себе жить то есть сама в себе гонять эту влагу и не впитывает и не отдает ее именно поэтому начинаются от сушка каких-то листьев потому что она оттуда выкачивает питательные вещества которые идут на поддержание жизни остальной орхидеи поэтому чтобы вот не допускать то подобного обязательно нужно организовать орхидеям доступ к влаге чтобы постоянно был была влажная мокрая среда вокруг корней тех небольших корней которые уже есть или вот как вот в нашем случае вот с этой вот вывалившийся орхидея она целый год лежала а один корень и нее находился вот ведь подсыхая час достал но я сейчас буду ее пересаживать но это уже другая история вот и все и будет счастье вашим орхидеям поэтому значит первое что чтобы я например сделал с орхидеями сейчас я сейчас я покажу друзья уберу вот и наглядно покажу чтобы я сделал вот с этими орхидеи но вот с этой вот тряпочкой второй вариант орхидеи да диана ну да вот она вот такая тряпочка с небольшим количеством корней вот ну во первых я бы эту орхидею достал из этого горшка в котором она находится посмотрел что там у нее сейчас осталось с корнями внутри горшка по всей вероятности их там нету поэтому орхидея выпускает активно выпустила деточек потому что не от хорошей жизни они вылезли ее нужно срочненько доставать из этого горшка и замачивать ее на несколько часов целиком прям можно вот с листьями замочить ее в хорошей воде не щелочной а нейтральной либо слегка подкисловатый замочить ее в воде чтобы орхидея максимально напилась можно даже как некоторые архаманы практикуют под струей воды на это если у вас под краном хорошая вода не щелочная вот там не чересчур грязная какая-то да и обычной водой проточный чтобы струя падала именно вот на обратную сторону листьев вот этих вот как выжатая тряпочка и чтобы как бы вода вбилась в нее да в эту орхидею но в любом случае ее нужно замочить и отмочить хотя бы там на пару-тройку часов ее поместить затем после того как она намокнет эту орхидею нужно вот этими корнями а поместить так чтобы вот эти корни постоянно были во влажной среде пусть даже не мокрая но влажного здесь я еще вижу корешки как бы закупку уже закупливаются или уже раскупливаются но вот вот это хорошие два корня с кончиками зелененькими вот как раз от организовать вокруг них это может быть либо кокосовые чипсы либо мох сфагнум но обязательно влажная среда чтобы она прям вот не просыхала это начнет питать эти корни корни начнут восстанавливать водоснабжение в самой орхидеи орхидеечка потихонечку отойдет естественно и в первом и во втором случае цветоносы нужно срезать ну я вижу конечно жалко деточек да но друзья здесь речь сейчас не о деточках идет а а самой орхидеи мамаши можно оставить значит деточку на цветоносе на самом а нижние детки срезать где тут вот по моему детка нижняя которая будет мешать ну вот чтобы корешки получали воду это вот прям обязательно но здесь-то цветонос можно не стрелять потому что можно оставить деточку верхнюю на цветоносе а вот эти прикорневую вот эту детку ее срезать и обеспечить этим корням доступ к влаге потому что орхидея засыхает вы просто их засушиваете сейчас они сохнут они погибают от обезвоживания и 1 1 а вот это вот орхидея и бедные несчастные и во втором случае тоже орхидея вот это сейчас она а без она обезвожена то есть корни сухие вот это все нужно погружать в воду то есть то же самое и и брать сейчас не ставить над водой а прям вот этими корнями вот этими корнями которые у нее еще остались засохшие вот я тоже вижу кончик один здесь зелененький вот этой всей корневой массой помещать ее сперва часа на два на три в воду цветонос этот срезать обязательно который вот это орхидея прям цветоносом у нас по моему да вот да вот цветонос у нее не жалея цветонос срезаем убираем все он не нужен а спасаем орхидею а вот орхидея вот эту часть помещаем воду 23 часа держим в воде отмачиваем сама орхидея должна находиться под хорошим количеством света в теплом месте это для того чтобы начался фотосинтез процесс фотосинтеза пошел чтобы корни начали качать воду чтобы пошел водоворот водооборот вот так вот в самой орхидеи и после этого ее тоже посадить в кокосовые чипсы в мох сфагнум в общем во все то что может обеспечивать ей вот эти вот этой корневой системе влажную среду не полувлажно а именно примут влажную влажную среду все вот такие вот друзья мои рекомендации мои видео советы для вот спасения вот этих вот двух орхидеи вот она первая и вот такая вот 2 с детками 2 орхидеи все друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и не засушивайте свои орхидеи потеря тургора это признак того что орхидеи не получают влагу они получают влагу по двум причинам либо просто нету воды в горшке это раз и второе корни перестали работать а перестали работать либо орхидея получила стресс либо корни сгнили их нет все вот они причины потери тургора у орхидеи напоите свои орхидеи обеспечьте им доступ к воде все